Пожалуй, я услыхала о том, что Лев Александрович очень хочет это поставить в то время, когда он снимал «Когда деревья были большими». И как-то так случилось в какой-то период подготовки, что он заболел, а в то время мы выписывали Достоевского, получали там подписного издания. И как раз пришёл Томск с преступлением и наказанием, и он его перечитал. И страшно загорелся. А когда они уже снимали «Когда деревья были большими», со своим другом и автором сценария Николая Николаевича Фигурунским, они стали говорить о том, что вот Инна Гулая, которая играла в фильме «Когда деревья были большими», что она бы смогла сыграть Соню Мармеладову. Что если есть такая актриса, то хорошо бы как-то постараться добиться и сделать эту экранизацию. Ну, как-то отношение, то есть судьба складывалась не в пользу этой постановки. Я уже сейчас не помню, были ли такие попытки вот как-то это застолбить или нет. Но во всяком случае, вот прошло со времени выхода фильма «Когда деревья были большими» уже довольно много лет, когда появилась возможность запуститься с фильмом «Преступление и наказание». Ну, все эти годы, вот какие-то подходы, разговоры с Николаем Николаевичем Фигуровским, с которыми они очень согласно работали, как творчество, очень дополняли друг друга. Он и автор сценария «Преступление и наказание» там сделал огромную работу, потому что писать сценарий по роману было необыкновенно трудно по многим причинам, но не говоря уже о том, что сама экранизация подобного литературного произведения она к очень многому и обязывает. И литература, и кино – это вещи, то есть два искусства совершенно разной природы. И литературу переводить на языки, на искусство очень непросто. И кажется даже, что совершенно произведена незаметная работа. Вроде бы как будто бы так же написано у Достоевского. На самом деле сцена – это по законам драматургии, переписана, переделано, многое переставлено, вот для того, чтобы она не вызывала такого отношения к себе, как переделанная литература. Вот это процесс очень сложный. Вот для того, чтобы так получалось, нужно сделать очень большую работу. Там придумано было очень много. Но, пожалуй, одна из самых больших сложностей было то, что вот эти рамки проката того времени, они очень сильно ограничивали размеры. Вот воткнуться вот в эту форму было очень непросто. Проще было бы запуститься с сериалом. И потом уже, когда во время съёмок Лев Александрович много раз об этом жалел. Тогда, когда им пришлось очень сильно сократить линию Свидригайлова. Вот никак в киновариант всё это вместить было невозможно. И вот как раз линия Свидригайлова, она очень укорочена, обрезана. И вот это очень огорчало Лева Александровича. Он всё время сокрушился. Как мы не смогли это всё сохранить? Но всего сохранить было невозможно. Причём надо сказать, что они относились к тексту Достоевского с большой бережностью. И вот добиться от актёров, чтобы они просто артикулировали и произносили эти фразы так, чтобы не вызывать какого-то отторжения у современного зрителя, в этом тоже была огромная работа. Причём ни в коем не хотели потерять стиль Достоевского и лексику Достоевского. Вот это надо было сохранить. Когда они начинали снимать, то тут было много предложений о компродукции. От французов. От французов, да, было предложение, очень серьёзное. Длев Александрович на это не согласился. Почему? Потому что там ставился вопрос так. Только в цвете. Вот такой парадный цветной фильм к продукции. И от этого вот его замысел терял очень многое, потому что ему хотелось сделать фильм чёрно-белый. Ну, как бы графика. Не такая живописность такая нахальная, разноцветная, а строгая графика. Этим подчеркнуть стиль вот этого тёмного города, этих людей, которые там жили. Не отвлекать внимание от сущности вот этих каких-то психологических переживаний. Ну, сосредоточиться на психологическом анализе, если хотите. Потому что в то время как раз кино вышло на стезю освоения психоанализа. И это тоже давало большие возможности при экранизации такого мастера литературы, как Достоевский. Вот всё это старательно, этого старательно добивались. И за этим, конечно, огромная работа стоит. Огромная работа, пожалуй, всей группы. Потому что работали очень согласно. Ну, я уже сказала по поводу работы с Николаем Николаевичем Фигуровским, который, кстати сказать, вот промикнул в фильме. Он там играет Коха на лестнице. Помните? В этой сцене. Очень хотел сыграть хоть маленькую роль. И сыграл её. Но он всё время присутствовал и в павильоне, и приезжал на натуру. И как-то очень заинтересованно к этому относился, вкладывая в эту всю свою душу. Ну, кроме этого, ещё работала целая группа. Большая группа. Группа прекрасная. Сейчас уровень работы в кино в таком плане, наверное, сильно упал. Вот глядя на современные картины, где такие декорации не обжитые, часто видишь, то, что говорится, воняет краской. Декорация воняет краской. Вот там сложность заключалась ещё и в том, что 1700 с чем-то метров было снято в комнате Раскольникова. Это маленькая декорация, ну, как написано у Достоевского, на гроб похожая. Маленькая комната, тесная. Вот как снимать там 1700 с лишним метров для того, чтобы находить какие-то точки и ракурсы? Для того, чтобы это стало возможным, художник Пётр Сидорович Пашкевич, ныне покойный, к сожалению, великий мастер, он сделал... Все стены крепились на дверных петлях. И каждая стена могла быть приподнятой. И камера таким образом могла свободно перемещаться. И это дало возможность вот как-то выйти из этой ситуации. Очень сложной. Профессионально очень сложной. При том, что вот Юра Тараторкин, который полежал на этом диване Раскольникова, отлежал себе там все бака, это же всё снималось вот так лёжа, и он уже привык к этому месту в декорации. Как я буду существовать без этого дивана, он говорил, когда уже фильм кончился. Ну вот, во всяком случае, благодаря помощи вот этой группы художников, которые очень много сделали для того, чтобы фильм получился таким, каким он получился. И вот с Петром Исидоровичем Пашкевичем работал его помощник. Он художник-исполнитель. Такой был Боря Дугшин. Вот у него была целая корзинка. Нет, не корзинка, пожалуй, это скорее был бы чемоданчик такой, где были приспособления сажек, пыль, щёточки, какие-то те самые шкурки. Вот он шёл в декорацию и начинал её обрабатывать, так, чтобы она была грязной, где она была захватанная дверь, старый подоконник, чтобы нам не бросалась в глаза вот эта вот искусственность, и выстроенные свежепокрашенные декорации. Для того, чтобы обжить эту декорацию, там трудилась целая команда людей, которые сделали очень много для атмосферы. На самом деле, вот когда ты этого не замечаешь, когда вот входишь в атмосферу фильма, это значит, что за этим стоит огромный труд. Большую группу людей, потому что в одиночку этого не сделаешь. Потом уже это стало особенно убедительно, тогда, когда Леонид Александрович снимал последние картины, и когда студия уже приходила в полный упадок, и уже группы не было, и не было возможности добиваться вот такого качества атмосферы, которая в какой-то степени, наверное, удалась здесь. Во всяком случае, они старались это сделать. Ну вот, огромный, конечно, труд был создание актёрского ансамбля. И надо сказать, что очень сложно всё это складывалось, и очень большого труда стоило остановить выбор на какой-то ситуации. Вот в паре с Юрой Тараторкиным пробовался Кайдановский, при том, что Лев Александрович очень серьёзно относился к кандидатуре Кайдановского. Но он эту проблему и решил в пользу Юра, потому что он считал, что у Кайдановского есть такая стальная твёрдость, что никаких потом терзаний после убийства он бы не сыграл, или, во всяком случае, это бы не выглядело достоверным. Потому что вот как раз в Юре была какая-то заложена и мягкость вот его мучений после совершенного преступления, вот это самое главное, что, казалось, Льву Александровичу надо донести. И я думаю, что, в общем, наверное, это и правильно, потому что вот в этой ситуации, даже теперешней, когда мы видим, сколько крови и убийств на экране, и никогда никакого сожаления и раздумья по этому поводу. То есть цена человеческой жизни и совести абсолютно сведена на нет. А Лев Александрович именно это хотел, вот для него было это главное, при том, что я думала, что это было не случайно в то время, потому что вот когда как раз снималась первая «Натура» в 68-м году, летом, в августе, когда мы были как раз в гостинице «Октябрьская», когда узнали о том, что мы ввели войска в Чехословакию. И там в гостинице было много иностранцев. Как нам рассказали кто-то из групп, кто был в баре, там был целый митинг по этому поводу. Иностранцы возмущались, вопили, кричали. В общем, вот всё это, всё дрожало от переживания вот этого события. И было ужасно тяжело. И ещё и от того, что вот как-то проблема совести в наше время, в то время, она была как-то смикширована. И ещё и это подталкивало Льва Александровича к желанию рассказать, прочесть эту историю больше как историю совести после того, что случилось что-то непоправимое, что-то страшное. Как человек из этого выйдет? Он, собственно, вот по этому поводу много раз высказывался. И есть интервью, там его записано, я их недавно перечитывала, что его в этой истории больше всего интересовала и трогала вот эта вот проблема. Как выйти, как мы выйдем из этого, как выйти из этой ситуации. Его упрекали критики этой картины в том, что он не сделал конца. Вот он вышел, вот он уже попал в ссылку уже, вот как бы благополучный конец. Ну, как раз, кроме того, что просто всего вместить было невозможно, кроме всего прочего, вот эта часть романа, она написана очень... не то, что неподробно, а это как бы синопсис. Это поспешный рассказ о том, что произошло потом, не вдаваясь в подробности, которые были в других частях романа, без диалогов. Конечно, в принципе, это можно было бы сочинить, но это был бы ещё один роман. А представить это вот такой облегчённый эфипеент, это просто не представлялось возможности и шло вразрез с замыслом Льва Александровича, которого больше всего интересовала проблема. Вот преступление и выхода из него, проблема совести. Вот она мучает человека, она терзает всё равно, безнаказанно ничего совершить нельзя. Это главное. А что в конце концов будет какой-то благополучный конец или успокоение, это особенно в то время это было не так важно. И, пожалуй, никакими другими способами в кино сказать об этом в то время было невозможно, я думаю. У фильма было много критиков, всем угодить нельзя. И там считалось, вот один из литературных критиков, я как раз об этом написала вот в этой главе «Преступление и наказание», о которой я вам говорила, о которой опубликовал журнал «Киносценарии». Он упрекал Александровича в том, что он не конгениален Достоевского, что вот почему-то такие мастера, как Феллини, они не берутся за экранизацию Достоевского. Хотя его можно оспорить, Висконти брался за постановку Достоевского и сделал не очень хорошо, кстати сказать. Это не лучшая картина Висконти «Белые ночи», если вы смотрели этот фильм. Ну вот, значит, вот почему-то он Феллини не взялся, а Куледжан взялся, и ничего у него не получилось, потому что нет того, нет другого, нет Свидригайлова и так далее. Конечно, кино и литература, экранизация, любая экранизация, она не может быть конгениальна произведению, которое экранизируется. Да и в общем-то никто из режиссёров, пожалуй, не ставит себе этой целью. Это совершенно другая стезя, это другая область. Тут много очень проблем. Но вот я думаю, что советское кино в своём зрелом периоде оно вышло на вершины мирового кино именно с экранизацией. Потому что экранизация вот обломала, прекрасная экранизация, великолепный фильм. И совершенно нельзя сравнивать нам, что изменено в романе, зачем, почему, что сократилось. Потому что способ восприятия литературы и кино совершенно различен. И влияние, которое оказывает фильм на человека, он несколько отличается от того влияния, которое производит литературное произведение. И этим очень многое объясняется. Но и кроме всего прочего, конечно, ещё в то время в полную меру написать оригинальный сценарий на эту тему было просто невозможно. Ну, не говоря уже о том, что, может быть, таланта бы не хватило этого сделать, это надо быть на уровне Достоевского. Но просто вообще даже ставить себе задачи было нельзя, потому что это было непроходимо, это было абсолютно исключено. А доносить идеи, которые полезны и очень нужны современникам с помощью литературы, высокой литературы, нужной, можно, наверное. И вот экранизатор, я думаю, ставит себе такие задачи, не задумываясь над тем, кто конгениален или не конгениален. Наталья Анатольевна, скажите, пожалуйста, Лев Александрович сам остался доволен своей работой? Всё ли он выразил? Вы знаете, он очень любил этот фильм, он очень много в него вложил, он очень любил актёров. Вот Юра Даратургин для него остался навсегда очень близким человеком, так же, как и Танечка Бедова. Причём, ну, это были совершенно неизвестные актёры, это были их дебюты. Юре тогда было что-то 23 или 24 года, он только что кончил студию ТЮЗа. Это был хороший театр юного зрителя под руководством Карагодского, который был его учителем. Тогда, когда Юру утвердили на роль, то были сложности с театром, потому что вот уже Карагодский очень хорошо относился к Юре, он верил в него как актёра и уже как-то построил репертуар с учётом на Юру. А изъять его из театра на съёмки, это было значить по отношению Карагодскому и совершить какой-то непорядочный поступок. И Лев Александрович, очень поняв вот эту сложность их взаимоотношений, и понимая, что Юре это было совсем непросто. Он поехал в Питер, они встретились с Карагодским, сидели и думали, как сделать так, чтобы не подвести Карагодского и Юру оставить в фильме. И они нашли этот способ. То есть в пятницу после съёмки Юра садился в Красную стрелу, и в субботу и воскресенье он играл в Чузе. Отыграв в спектакль в воскресенье вечером он садился в стрелу и ехал в Москву. И также многие актёры, вот Ефим Захарович Капелян тоже самое, не подводя своих театральных коллег, он приезжал на съёмки, всегда был в форме, всегда знал текст. Вот Танечка Бедова, она была ну просто дебютантка, она только что кончила студию и даже, по-моему, ещё не была принята в штат театра. Он гордился актёрами. Вот это тот случай, когда ну вот говорят, что режиссёр, который умирает в актёрах, вот он сделал всё, чтобы они сыграли так, как ему хотелось. Он, конечно, вот он очень много вложил туда труда. Своей души, вот именно себя. Себя. При том, что вот, пожалуй, такого материала у него больше не было. Потому что, вот вспомните его другие фильмы, это такого уровня психологических нагрузок, перегрузок, скажем так, таких проблем глобальных, моральных таких проблем не было в этой драматургии. Вначале это были такие добрые, лирические, такие милые фильмы. Такой глубины там не было, конечно, не могло быть. Вот когда он вышел на этот материал, конечно, он очень гордился тем, что можно сделать. когда кончилась эта картина, вот есть как раз фильм о том, как он снимался, когда это кончилось, то он сказал Юре, по-моему, что мы должны помнить, что мы все это время у нас руки были по локоть в золоте. Такого материала у нас никогда не будет, наверное.